Потому что она там тонким слоем плоско растеклась. Вот. Но это индикатор. Работает он так. Нажимаете на эту кнопку. Но сейчас он ничего не показывает, потому что пусто. Это, кстати, кнопка включена. Зимой из-за этого проблем не больше остается? Ну, зимой ситуация такая. В идеале, если здесь топится, с водой проблем не будет. И уже она в тепле. Как только вы ее перестали топить, ну, тогда есть риск замерзания, тогда надо ее сливать. Сливать надо будет. Я покажу. Кран есть один на улице. Большой на улицу сливается. И обязательно тот, который находится там внизу, желтый. То есть он спускает систему. Это кнопка зарядки аккумулятора. То есть вот сейчас в вашем аккумуляторе 12 вольт. Раньше было два аккумулятора, поэтому две кнопки было. Сейчас разницы никакой нет. Одну или вторую нажимать, потому что два маленьких заменили один большой емкостью. Это кнопка включения зарядки и... Ну, как это сказать? Короче, 220 вольт, когда вы подключаете, субличные, да. Если эта кнопка не нажата, тогда не идет зарядка и не идет питание 220 вольт сюда на дом. Это как ключ. Да. Но это переходник, если вам что-то надо включить, 12 вольтовая. Потому что это немецкая, это дурная система, которая вот такая. Но это просто переходник. Скигурь, вот это типа, да? Ну, типа, да. Здесь обычное гнездо. Ну и все, тут ящички пошли. Сын, по-моему, все вытащил, за исключением вот этого. Вот здесь должно остаться... А, я вот этот еще положу. Это 12 вольт для фонаря зарядка. То есть сейчас он там в 220 включен, а это его 12. Вот здесь вот весь пакет документов, который был с этой машиной, которую я получил. То есть там холодильники, плиты, духовки там, да. А, микроволновка там над холодильником еще стоит. Нет, ниже. Нет, вот здесь. Ну, с микроволновкой все очень просто. Она, микроволновка, когда 220 есть, включил... То есть, опять же, ключик этот? Нет, нет, нет. Этот пусть включенный всегда, его не выключать, да? Подключили с улицы или включили генератор, микроволновка работает. Здесь два ящика. Ящики пустые, то есть можно заполнять там, чем хотите. Открывается. Покажу со столом. Чтобы здесь сделать спальное место, фиксатор вверх, ножку зафиксировали, вытащили из направляющей оттуда и положили вот на эти. И эти подушки одорвали от липучек. и уложили сюда. Вот, кстати, ящик. Вот так открывается. Ну и все, подушки уложили. Ну, здесь реально, я не знаю, жена с ребенком, с маленькой дочкой у меня спала, но взрослых два человека, ну, не знаю, тяжело. А эти нормальные, здесь большие. Так. Ты спрашивал, как, допустим, оставляется на ночь машина, чтобы печка. Да. Значит, что здесь? В принципе, шкаф, да? Забор воздуха для отопления или выход газов. Точно врать не буду, умничать там, да? Это связано с печкой, выходит наверх, или забирает, или выходит, не знаю. Это антенна телевидения. В связи с тем, что в Латвии теперь только цифровое телевидение, да? Реального она вам не понадобится, но принцип прост. Отпустили барашек, вытащили на максимальное, покрутили куда-то. Вот этот индикатор, это то, куда, ну, смотрит антенна, да? Ну, это так я для себя рисовал. То есть, желательно, чтобы она была всегда убрана. И до этого места. Но я говорю, что, если, чтобы работало телевидение, вам тогда надо сюда цифровой декодер. Да. Вот, пожалуй, и всё. Значит, здесь стоит конвектор с 12 на 220 вольт. Он для чего нужен? Если вы не включаете генератор, не имеете 220 вольт, но делать нечего, можно посмотреть телевизор. То есть, реально, включаете его, эту надо переткнуть. А, не, не надо переткнуть, она сейчас в него фоткнута. Да, всё. И тогда, и тогда, тогда, тогда. Не помню, как было с этим телевизором. Не помню, как было с этим телевизором. Сейчас скажу. А, выключен этот был. О, заморгала лампочка что-то у нас. Ну, вот, он включился, телевизор. То есть, это чисто конвектор, который из 12 вольт дизела 220. Не надо туда включать чайники, там, ещё что-то. Он на маленький ток рассчитанный. То есть, реально телевизор он тянет, дальше нет. Если у вас появляется 220 вольт, тогда надо эту вилку выключить отсюда и включить вот сюда. Тогда телевизор работает от 220 вольт. От общей сети. От общей сети, да. Если вдруг нету 220, тогда это сюда. Тогда у вас есть телевизор, и тогда у вас есть этот с DVD-проигрывателем. То есть, диски можно смотреть. Так, это мы всё выключили. Этот усилитель антенны. То есть, он реально не для чего. То есть, ну, я говорю, в связи с тем, что нету у нас сейчас чего смотреть. Так, здесь закрываем. Идём дальше. Печка. Значит, что с печкой? Вот это, это вентилятор. Это ручной режим вентилятора. Это автоматический режим вентилятора. Я не понял, как работает автоматический режим вентилятора. Я работал наручную. Как запустить печку? Здесь регулятор, который... Щелчки, слышишь? Да, надо щелкать. Принцип, как в холодильнике. Только здесь обязательно надо нажать, как на плите. Оп, слышали? Пум. Это одна горелка включилась. А вот, щелкать перестало. Всё. Индикатор работы печки находится в этом окошке. Вот если вот отсюда, вот под таким углом смотреть, там видно огонь. Вот попробуем. Да, вижу. Видишь? Да. То есть ты подержал эту печку. И всё. Всё. Чуюка пошла. Оп, вторая горелка включилась. Это регулятор температуры. То есть сколько надо. Реально, я скажу, тепло в трусах на шестёрке при уличной... Ну, минус там 10, например. Да. Включили печку. Увидели там огонь. Горит. Всё нормально. Включаем вентилятор. Этот вручное положение. Скорость какая нужна. Он дует через вот такие вот круглые эти отверстия. Да. То, что спалу, да. Да. Значит, что нужно знать? Вот здесь вот... Регулятор забора воздуха. Не, неправильно сказал. Не забора воздуха. А, ну, типа, подачи воздуха. Горячий или холодный. Поэтому красная стрелка, зелёная стрелка. То есть, чтобы больше тепла шла она в красную. Чтобы, например, меньше тепла шла, она прикрывается. Для чего это нужно? Эта печка может использоваться без вентилятора. Тогда, когда нету вентилятора, тепло идёт только вот через эти решётки. И тогда вот этим регулируете подачу холодного воздуха. То есть, больше, меньше. Чем больше открыт холодный, совсем всё плохо. Сели аккумуляторы, нету 220, кончился бензин в генераторе, да. То эта печка на газу может работать без вентилятора. То есть, вот даже в таком режиме она горит, но тепло будет идти вот только отсюда. Можешь пощупать, она тёплая. И вот это вот надо будет тогда регулировать. Это как жалюзи, наверное. Вот это жалюзи, только нижняя. То есть, приток холодного воздуха. Больше, меньше. Ну, вот так. То есть, можем там, если вы хотите, там сейчас оставить. Пусть она там пошит. Что такое А? Автомат. Как работает? Я не понял. А, то есть, вот это вот как раз её наночь так можно оставить, она будет молотить? Да, её можно так оставить. Если она ещё у вас подключена к 220 кабелям, то вообще разговоров нет. Она молотит и молотит. Это выход, да? Ну, это мы ещё дойдём. Да, дойдём, посмотрим. А как её глушить? Оглушить никак. Просто на ноль. Просто выключаешь. Всё. Это кнопка, вот микрофон, наверное, да? Да, вот это переговорное устройство, да. То есть, чтобы связаться с кабиной, надо было... Хрен знает, я здесь никогда не ездил. Что-то надо было нажать. Не помню, или эту, или эту. Ну, микрофон вот здесь, динамик здесь, да? То есть, разговаривать просто, ну, подошёл и говоришь, и там уже слышно. Это поворотная. Там можно, там, куда-сюда, там. Кто денег заплатил, кто смотрит телевизор. Сзади гнездо антенны, но я говорю, антенна сегодня у нас... Нет, так, компьютер к нему можно подключать? Можно. Да, вот, считай, здесь же есть написано. Входа иные, выход, и всё. Ну, не знаю, ребята, там компьютер... Здесь пульты от них обоих. А, вот эта вот шторка. Шторок не было, шторки мы шили сами. Эта шторка недоделанная. Тут написано лобовое стекло. То есть, в идеале, там есть место, куда можно вставить профиль и сделать... Вот, как здесь такой алюминиевый профиль. И можно тогда сделать, чтобы лобовое стекло закрывалось. Рекомендую сделать, в сумму руки не дошли. Почему? Потому что машина, если... Не всегда вы сможете её так поставить, чтобы солнце не светило в кабине. Пластик дубится, лопается только из-за этого. А это подушки шили-кнопочки остались. Это от панельки приборов. А это то, что вот мы не сделали эти направляющие. Так, с музыкой... С этой музыкой не расскажу ничего. Сын у меня с ней заведовал. Есть от неё... Есть от неё документы там, да. Знаю точно, что радио работает. Антенна есть на улице. DVD-диски он крутит. То есть, как там... Ну, посмотрите, пощёлкайте. Ну, это да. Умничать не буду. Так, расскажу. Значит, это пожарный датчик, он автономный от батарейки, да. Это его сигнал. То есть, он на дым реагирует. Шагуруем. Движение здесь уже будет давать сигнал, да. Будка тоже ставится под охрану с пульта. То есть, можно лечь спать и закрыть всю машину на сигнализацию, кроме датчиков на движение здесь. Я расскажу, ничего там умного нет. Там зашли в машину, закрыли дверь на замок, нажали кнопку закрывания машины, но не отпуская им её, пока не пикнет. Она пикает и моргает поворотник. То есть, в этом случае машина закрыта, но внутри будки можно ходить сколько угодно. Но как только открываете любую из дверей, она начинает орать. То есть, можно спокойно спать. Кто бы не полез в кабину, кто бы не полез сюда, кто бы не полез через лифт там сзади, будет сразу работать сигнализация. Так, здесь, наверное, всё. Выходим на улицу. Я расскажу в этом ящике, что я с улицы лучше покажу. А, здесь, значит, что? Здесь дверь из двух частей. Вот эта наружная, это сетка от комаров. То есть, если, например, лето, жарко, кондиционера нету, открываете окна. Большие окна, ну, не знаю, нормально открывать, только не на ходу. Ну, да, да. Да, потому что вытягивает шторы, мусор летит там. То есть, ну, стараться как-то... Всем привет. Есть место для меня? Мы выходим. Да. На коленки могу взять. Да. Да. Можно спокойно выходить. Эх, вы, кузнечики. Нам так нравится. Убирается кнопкой наверх и убирается при закрытии на сигнализацию. Сделано для того, чтобы, не дай бог, забудешь, да, потому что торчит сильно, чтобы не было проблем. Да, Таня. Здесь, как было... Тут два что-то фиксировалось, а что, я не помню, что было два. Закрывание, наверное? Нет. А, вот выход. Вот, выдвигается дополнительно этот самый. Я помню, что... Изнутри закрылась. Да, изнутри закрылся. Лестницу, честно скажу, регулярно надо смазывать. То есть, все вот эти шарниры, которые есть, или какую-то защиту здесь надо ставить. То есть, летит из-под колес, там все вот это. Да, с дороги летит, и там, ну, не очень хорошо. Смазывает грязью еще больше заглядится. Жидкость смазки, да, это и аэрозольная, очень хорошо. Два раза в год хватает, блин. Ну, да. Так, значит, в этом ящике ничего нет умного. Открывается так же, как тот, он пустой. В нем есть какие-то железяки. Для чего они, они там закреплены, трубки какие-то. Я так и не смог понять, и так вам и отдаю, и все. Это бак, да, вот? Это бак, который для мытья. Рудяной, да. Заправляется он только отсюда. То есть, у него нету горловины, как таковой. Есть только труба в шкафу, если видели. Черная, гофрированная, или серая, не помню, какая она. Да, серая. Для перелива. Здесь есть индикация. Она не очень четкая, но это его трубка. То есть, по ней смотреть можно, какой уровень. А, сколько остаток. Да. Я все мечтал поменять эту трубку на прозрачную, но так, в идеале надо найти детские пистолеты есть с шариками. Шарик, да, да, да. Шарик туда опустить цветной и трубку поменять. И тогда идеально будет видно. Но так как мы, я говорю, с сыном, не составляло труда там подключить и заправить, посмотреть. А это желтый шланг, получается, подающий, да? Он подающий на моющий агрегат. Так, туалет типа сортир, обозначенный на плане буквы «Мэ» и «Желтый». Значит, вот эта кассета того туалета. Блин, сейчас посмотрю, мы, наверное, не записываем сейчас. Там надо, чтобы все время было закрыто. Да, я как бы, а я номер там замок всех вчера. Чтобы все время был закрыт. Ну, он открытый, поэтому не вытаскивается. Клапан должен быть все время закрыт, да? Да. И он вообще тоже, при заперпросе открытый клапан закрыт. Ну, да, да, да. То есть, сделал дело и закрыл. Да, слил и закрыл. Вот, кассета вытащилась. То есть, тот, кто дежурный, находит темный угол, чтобы никто не видел. В нашей стране нельзя этого делать. Открывает эту крышку. И выливает. Сливает. Закрывает. Что нужно для заправки? Для заправки надо...